В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте! Я и мои коллеги ознакомим вас с самыми главными событиями этого дня. Депутаты окружного собрания провели выездное совещание с руководителем Северной транспортной компании. Почему в районе причала ограничен доступ жителям, приплывающим сюда на личных лодках, и какое решение принято, расскажем сегодня. Еще один шаг в цифровое будущее. Нинецкая компания электросвязи запустила автоматическую передачу показаний с отсчетчиков воду, газа, энерго и теплоснаржения. Сильная экономика, процветающая Россия. Сегодня по этой теме жители окружной столицы писали диктант. Диктант необычный, экономический. Всероссийская образовательная акция по популяризации экономических знаний проходит в регионе во второй раз. Осень – время роста простудных заболеваний. Как уберечь себя и близких от простуды? Где и когда можно сделать профилактические прививки? На эти вопросы ответит наш корреспондент вместе со специалистами. И в начале выпуска важная информация для наших телезрителей. Накануне наша официальная страница в социальной сети ВКонтакте была взломана. Злоумышленники заблокировали доступ к администрированию группы и начали рассылку сообщений нашим подписчикам с информацией, которую вы сейчас видите на экранах. Убедительная просьба не переходить по указанной в сообщении ссылке. Произошла ситуация следующая. Взломали страницу администратора нашей группы ВКонтакте. Соответственно, получили доступ к сообществу нашему ВКонтакте, телеканала «Север». И так как есть полный доступ, совершили ложную рассылку от имени телеканала «Север» ВКонтакте с соответствующей ссылочкой. На эту ссылочку категорически не рекомендую никому переходить. И настоятельно всем хотелось бы донести, что телеканал «Север» в своей группе ВКонтакте личным сообщением рассылками не занимается. Сейчас проводятся работы по восстановлению доступа к группе телеканала «Север» ВКонтакте. Депутаты окружного собрания встретились с руководителем Северной транспортной компании Константином Климовым. Поводом для выездного рабочего совмещания послужили многочисленные обращения сельских жителей. Суть вопроса заключается в том, что транспортная компания оборудовала ограждение территории в районе причала для безопасной работы пассажирского транспорта. При этом была ограничена возможность для жителей, которые приплывают либо отплывают на личных лодках. Мы сейчас должны понять, каким образом здесь организовано движение как таковое, от начала до конца. Потому что жители говорят, что порой они упираются в эту калитку, которая закрыта. Если раньше жители населенных пунктов округа беспрепятственно подъезжали к месту стоянки пассажирских судов Северной транспортной компании, то с недавнего времени доступ к этой территории оказался закрыт в прямом смысле слова. Впрочем, у перевозчика на это есть весомый аргумент. А в какое время открыта эта калитка и ворот? Калитка открывается в момент, когда идет посадка на суда по расписанию. А обычные граждане не имеют права доступа? И приставать даже на лодках сюда не могут? Да. Есть такой 16-й закон ФЗ, который ограничивает допуск посторонних лиц в зону транспортной безопасности. И причаливание сейчас, где стоят пассажирские суда. Вот и все. По словам директора Северной транспортной компании, забор мировынужденная. Но если его убрать, транспортная прокуратура привлечет перевозчика за несоблюдение законодательства. Письма от надзорного ведомства в адрес компании уже поступали, отметил Константин Климов, добавив, что судоводители могут высаживать своих пассажиров за пределами огороженной территории. Впрочем, в этом случае подниматься им придется, преодолевая препятствия. Ведь пандус находится вне зоны доступа. Одним сходом не получится пользоваться и клиентами Северной транспортной компании, и жителями округа города. Я говорю, одно решение – здесь сделать другой трап до воды, и все. В ходе дискуссии парламентарии предложили перенести забор. Таким образом, оборудованный спуск к воде станет доступен для всех желающих. Также депутаты рекомендовали изменить границы территории вдоль реки, изъяв часть земли у транспортной компании. Предполагается, что такое решение даст возможность не ограждать забором участок с оборудованным спуском к реке. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал Север. Губернатор Ненинского округа Александр Цибульский, заместитель министра спорта Российской Федерации, обсудили вопросы реализации на территории региона национального проекта «Демография». Встреча прошла в Москве. Александр Цибульский и Павел Новиков обсудили вопросы развития на территории Ненинского округа проекта «Спорт. Норма жизни», который входит в национальный проект. Проект «Спорт. Норма жизни» входит в нацпроект «Демография», рассчитанный до 2024 года. К этому сроку целевые показатели, которые определены для нашего региона в рамках нацпроекта, предполагают доведение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 55%. При этом доля детей и молодежи еще выше – 80%. Чтобы достичь этих показателей, необходимо реализовать целый комплекс мер, которые будут мотивировать людей к ведению здорового и подвижного образа жизни. Мы с Павлом Новиковым обсудили возможность оказания Ненинскому округу поддержки из федерального бюджета по строительству современного, соответствующего всем современным стандартам, физкультурно-оздоровительного комплекса в Наринмаре, а также спортивных объектов в сельских населенных пунктах, сообщил по итогам встречи губернатор Ненинского округа Александр Цибульский. Мероприятия по строительству спортивных объектов являются финансово емкими. Здесь нам необходима поддержка со стороны Минспорта, которой мы сегодня, я считаю, заручились. Александр Цибульский добавил, что профильные органы государственной власти должны будут в ближайшее время организовать работу по направлению, необходимой для положительного решения вопроса документации. Руководителем Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса назначен Альберт Чабдаров. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ненинского округа Александр Цибульский. Напомню, с января 2019 года и до назначения на новую должность Альберт Чабдаров работал в должности советника главы региона. Альберт Чабдаров закончил высшую школу экономики по профилю управления проектами, бизнеса и менеджмента. В новой должности Чабдаров намерен продолжить выстраивать конструктивные меры взаимодействия с основными ресурсодобывающими компаниями, которые ведут свою деятельность на территории Заполярья. Кроме того, в части соблюдения на территории региона природоохранного законодательства департаменту предстоит модернизировать систему мониторинга в сфере экологии с использованием современных методов. Также в планах дальнейшая разработка мер поддержки сельхозтоваропроизводителей с целью вывода предприятий и хозяйств на качественно новый уровень производства. Еще один шаг в цифровое будущее. Ненинская компания электросвязи запустила автоматическую передачу показаний счетчиков вода, газа, энерго- и теплоснабжения. Информацию из приборов учета поступает в специальную программу. Алина Ваучейская расскажет подробнее. Новую технологию специалисты Ненинской компании электросвязи запустили еще 9 месяцев назад. В тестовом режиме оборудование установили в нескольких учреждениях окружной столицы, поселка Искателей и деревни Андик. Мы поставили вот такую умную штучку, которая подключена к этому счетчику с импульсного входа. И он по радиоканалу передает эти данные ежедневно, допустим в 0 часов, так настроено здесь, на центральную станцию. Центральная станция передает эти данные на сервер. И в одном месте у нас собираются данные с более 50 счетчиков по нашему предприятию. Мы, соответственно, видим ежесуточный расход электроэнергии. Эта услуга запущена у нас уже, ну этот сервис запущен в городе Наринмария. Мы покрываем весь город, в том числе поселок Искателей, и можем предоставить эту возможность для жителей частных домов, для предприятий, организаций. Вот такой опыт мы уже делаем с 4-й школы. Причем подобными датчиками можно оснастить любые приборы учета, будь то счетчики электро- или теплоэнергии, вода и газоснабжения. Вся информация ежесуточно поступает и хранится в специальной программе. Суточный архив, вот он пишет, все есть. И это все данные есть. Мы можем спокойно, соответственно, с этим работать. А дальше можно очень легко передать в ПОК-ТС. Через, допустим, ну как бы специальную, допустим, или программу, там интегратор какой-то есть. Ну просто мы сейчас пока на начальном этапе собираем эти данные для того, чтобы именно отработать аппаратный уровень. Говоря простым языком, подобное оборудование упрощает процесс сбора данных не только потребителям, но и компаниям, поставляющим энергоресурсы. Ведь благодаря новым технологиям появляется возможность мониторинга потребления ресурсов практически в режиме реального времени. Дальше можно двигаться вперед, анализировать, смотреть, интегрировать с системами учета, передавать там автоматически. Ну, простой пример – это эти данные попадают, допустим, в базу данных электростанций. Электростанция производит по ним расчеты, выставляет счет. Пользователь, ну или хозяин дома, допустим, там, или, ну да, если говорить о частных домах, хозяин квартиры заходит в Сбербанк онлайн, вводит свой номер договора, и так как эти системы интегрированы, эти данные сразу попадают в Сбербанк онлайн, и он сразу видит, какую сумму можно заплатить. Установить подобное оборудование можно в любой организации или в частном жилом секторе. Уточнить информацию вы можете в Ненецкой компании электросвязи. Алина Волучейская, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Сегодня жители Ненецкого округа приняли участие во Всероссийской образовательной акции. Они писали экономический диктант. Акция стартовала сразу на двух площадках – в Ненецком аграрно-экономическом техникуме и Центре развития образования. Акция проходит во всех регионах России. В Ненецком округе диктант пишут во второй раз. В этом году его тема – сильная экономика, процветающая Россия. О том, как проходил диктант в Наринмаре, подробнее в нашем материале. Акция «Всероссийский экономический диктант» проходит в нашей стране с 2017 года. В этом году диктант писали на 1515 региональных площадках, 85 субъектах Российской Федерации, а также на 11 зарубежных площадках в четырех иностранных государствах. Наринмаре диктант писали на двух площадках – в Аграрно-экономическом техникуме и в Центре развития образования. Самой массовой стала площадка техникума. Здесь свои знания в области экономики проверили более 350 студентов и школьников, а также 50 взрослых человек. Для общего развития пригодится когда-нибудь в будущем какие-то знания определенные. Ну, это интересно просто проверить свои знания, показать, насколько ты эрудированный. И я чтенько принимаю участие в подобных тестах. Вопросы, на самом деле, не заурядные, то есть не каждый день ты с ними сталкиваешься. Развивает, развивает эрудицию. Как ты с экономикой связываешь? Ну, да, на логиста получается. Все равно экономическое образование идет. Впрочем, экономическое образование для участия в диктанте совсем не обязательно условие. Участвовать в нем могут все желающие. При каком из перечисленных руководителей государства появились первые бумажные деньги? А. Иван Калита Б. Петр Первый В. Петр Третий Г. Екатерина Вторая Д. Павел Первый По условиям диктанта участники должны ответить на 20 вопросов. На эти цели им отводится астрономический час. По мнению преподавателя экономических дисциплин Мансура Мирзоева, больших сложностей возникнуть не должно. Я думаю, может, потому что в программе многих университетов есть экономические дисциплины, которые, в общем-то, позволяют ответить на все вопросы, которые есть в диктанте. Целью диктанта является повышение экономической грамотности населения, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности населения страны в целом. Я думаю, что они справятся и они смогут проверить свои результаты. У них у каждого присвоен код. По этому коду на сайте dictan.org они могут проверить, сколько баллов они набрали. То есть это все. Они сейчас каждый закодирован. Мы не будем знать результаты. Они могут прямо на сайте потом посмотреть свои результаты по коду. Результаты теста будут известны через 2-3 недели. Экспертная комиссия сформирует аналитический отчет, в рамках которого определит уровень экономической грамотности населения. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Ненинского округа не превышен. За прошедшую неделю зарегистрировано порядка 400 случаев УРВИ. В основном среди взрослого населения. Александра Литкова продолжит. Осень – традиционное время сезонного всплеска острых респираторных вирусных заболеваний и гриппа. Как считают специалисты, это связано с изменениями температурного режима и началом учебного года. «Подъем заболеваемости у нас начался на территории Ненинского автономного округа с 38 недели, то есть 16 сентября 2019 года. На 39 неделе у нас был превышенный ПИД-порог у взрослого населения на 81%. Это население старше 15 лет. На 40-й, то есть предыдущей неделе, у нас было зарегистрировано 444 случаев УРВИ. Пороги на предыдущей неделе у нас превышены не были». Практически все так называемые простудные заболевания являются заболеваниями вирусной природы. Источником УРВИ является больной человек, который зачастую становится им еще до проявления первых клинических симптомов. Поэтому защищать себя от заражения врачи советуют регулярно. «Во-первых, необходимо соблюдать основные принципы здорового образа жизни. То есть это правильное рациональное питание, соблюдение режима отдыха. Необходимо часто находиться на свежем воздухе и соблюдать правила личной гигиены. Так как вирусы передаются не только воздушно-капельным, но еще и контактным путем. То есть через рукопожатие, через игрушки и прочие предметы общего пользования». Главное при этом – регулярность всех мер. Что касается гриппа, одним из самых эффективных способов защиты от инфекции является своевременная вакцинация. Защитный эффект наступает через две недели после прививки. А полученный иммунитет сохраняется в течение года. В Нинецком округе кампания по массовой вакцинации стартовала месяц назад. За этот период привито почти 6 тысяч человек. Или 61% от плана. Что должен у нас прививаться? В первую очередь это декретированная группа, в которую входят работники образовательной сферы, транспорта, медицинские работники, работники торговли, предприятия общественного питания. То есть те люди, которые ежедневно общаются с большим количеством детей. Следующая категория – это дети школьного и дошкольного возраста, студенты. И еще категория, которая должна обязательно прививаться – это пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, а также беременные женщины. Специалисты напоминают, если вы все-таки заболели, воздержитесь от посещения работы, оставьте дома заболевшего ребенка. Это не только снизит возможность распространения инфекции, но и уменьшит вероятность развития осложнений. Александр Литкова, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». И в завершении выпуска еще раз напоминаем. Накануне наша официальная страница в социальной сети ВКонтакте была взломана. Злоумышленники заблокировали доступ к администрированию группы и начали рассылку сообщений нашим подписчикам с информацией, которую вы сейчас видите на экранах. Убедительная просьба не переходить по указанной в сообщении ссылке. Произошла ситуация следующая. Взломали страницу администратора нашей группы ВКонтакте. Соответственно, получили доступ к сообществу нашему ВКонтакте, телеканала «Север». И так как есть полный доступ, совершили ложную рассылку от имени телеканала «Север» ВКонтакте с соответствующей ссылочкой. И на эту ссылочку категорически не рекомендую никому переходить. И настоятельно всем хотелось бы донести, что телеканал «Север» в своей группе ВКонтакте личным сообщением рассылками не занимается. Сейчас проводятся работы по восстановлению доступа к группе телеканала «Север» ВКонтакте. Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды, спонсором которого является меховой дом «Знатные меха».